Телеканал КРТ представляет Также и земельным законодательством. Нас пугали постоянно Путином, коммунистами, приватизацией, реприватизацией и прочими. Однако новая власть, которая пришла и под диктовку Международного валютного фонда, а также крупного олигархата и транснациональных компаний, изменила земельное законодательство Украины одним штрихом. Просто в то время, когда Украина стала независимой, это был 1991 год, и менялись земельные кодексы, один, потом второй, был так называемый мораторий. То есть запрет на продажу сельскохозяйственной земли и запрет на продажу и на приобретение, соответственно, сельскохозяйственной земли иностранцами. Власть, монобольшинство, сбесившийся принтер, так называемый, решил это изменить, разрешил, соответственно, открыть рынок земли. Но пока еще он выключено працует для украинцев. Знаете, это тоже относительное понятие. Вот некто губернатор, когда-то Коломойский сказал, ну двойное гражданство у нас запрещено, а тройное нет. Так что такое украинцы? Что такое украинцы? Сколько паспортов может иметь олигарх? Тогда мы уже, знаете, уходим в абстракцию. На самом деле, если мы не имеем четкого механизма отслеживания вот этого вот украинства и гражданства, тогда то, что землей могут владеть только украинцы по паспорту, это на самом деле является фикцией. И следующее заблуждение. Нас обманули уже один раз с так называемой приватизацией. Когда всем украинцам в нищей стране, и у многих не было что есть, раздали приватизационные сертификаты, и они там, кто за масло, кто за водку, а кто за какую-то небольшую копейку отдал свои предприятия. И иногда даже за долги по коммуналке. Да, абсолютно верно. И сейчас в стране, которая является самой бедной в Европе, с нераздерибанным земельным ресурсом открывается рынок земли. Ясное дело, что сюда зайдут транснациональные компании, либо компрадорская буржуазия, олигархат, который связан с транснациональными компаниями, либо их партнерами, либо за деньги, потому что мы знаем, что у всех наших центральных олигархов есть проблемы в Европе, у кого в Австрии, у кого в Швейцарии, у кого в Лондоне, а у кого, по последним новостям, и в Америке. И они не за грош или за грош продадут всю украинскую землю. Второй вопрос. Когда приходят сюда европейские корпорации, либо олигархат, сначала, конечно, они напрямую землю не отбирают. Сначала они используют структуру дропов, то есть таких подставных определенных лиц, либо мерк их предприятий, которых они накачивают дешевыми деньгами. Почему? Поскольку и европейцы деньги печатают, и американцы деньги печатают. То есть за бумагу они могут получить настоящий ресурс. И политикой протекционизма, и политикой демпинга, когда приходят новые товарищи и говорят, так, сколько ты получаешь за пай? Ну, допустим, там, вот столько тысяч гривен. Даю тебе в два раза больше, да? Он туда селянину в два раза больше, это правда. Но, во-первых, он убьет предприятие, которое годами складывалось здесь. Дальше этого предприятия не будет. И после этого к этому селянину уже можно будет платить вообще копейки. Они первый раз заплатят, они второй раз так заплатят, а третий раз уже не будет конкурентов. Уже не заплатят никого. Дальше. На третий раз он может навіть взагалі не платити, або навіть… А они потом купят по дешевке, когда рынок земли откроется, либо дадут тебе кредит под эту землю. Ну, это НАБУ. Дальше. Они не вкладываются в инфраструктуру, да, вот этой вот деревни и села. Они не будут тебе ремонтировать… Зачем им надо? Они не будут тебе не ремонтировать школы, не будут чистить улицы зимой, они не будут покупать оборудование в больницу. Те транснациональные компании, которые заходят с Европы, они несут в себе урбанистическую философию. Им деревня не нужна. У них есть город, у них будут большие технологические станции с техникой. Они будут просто массивом все засевать, потом с вертолетом или с самолетом все обрызгивать, да, агрохимией, и потом огромными комбайнами убирать. Им-то школа, им больница, им деревня, она попросту там даже лишняя.